The Sorrow Virus, первая игра от разработчиков, которые одновременно с The Sorrow Virus делают более крупную игру The Faceless, A Faceless. Эта данная игра является, или точнее являлась изначально частью как раз более крупной, не только лишь сингоплеерной, но и мультиплеерной игры Faceless, которая на самом деле продолжает, насколько я понимаю, находиться в разработке, и The Sorrow Virus возможно является отчасти каким-то тизером к этой истории, которая будет подана в более крупной игре. Перед нами будет как раз-таки короткая история представлена, синглплеерная, что-то вроде хоррора, насколько я понимаю. Выглядит симпатично, игра, насколько я знаю, достаточно долго находилась в разработке, несколько лет, то есть мы можем ожидать, несмотря на то, что это дебютная разработка, да, и совершенно явно небольшая здесь работала инди-команда, что-то все равно внушительное. Давайте, собственно, приступим, посмотрим. Игра настолько вроде короткая, что мы, может, даже пройдем ее за один присест, она, во всяком случае, именно на такой подход. Это прохождение и рассчитано. Русского языка в то же время нет. Ну что ж, пытаемся справиться сами с английским. Если бы я начал свою жизнь снова, я бы хотел оставить все так, как было. Я бы хотел только лишь открыть мои глаза. Немножко больше. Кто за... кто-то, по-моему, в реанимации. А, мистер Хейл. А, мисс Маклетт. Я вам говорил до этого раньше. Вы можете звать меня Калиб. А я также сговорил вам, что вы можете меня звать Алис. Конечно, Алис. Какие-нибудь новости? Я боюсь, нет хороших новостей, Калиб. Рак Вайта снова вернулся, как мы ожидали. Его визиты в Чистилище не помогали. Снова? Я надеюсь, что эти трипы дадут ему какой-то комфорт. По крайней мере, каждый раз, когда он возвращался, он... У него был опыт какой-то более-менее нормальный. Нет, его рак стал возвращаться сильнее и сильнее после каждого визита. Чистилище ничего не лечит. Мы были... мы ошибались. Что нам делать? Мы продолжим пытаться. Последствия ссоры у вируса не могут быть отменены. Или, по крайней мере, мы не знаем, как отменить все эти изменения. Это нечестно. Он мой сын. Мы будем пытаться продолжать. Простите меня. Простите, конечно. Сделайте так, чтобы ему было комфортно. Если придется, дайте ему умереть быстро. Может быть, в следующий раз, когда он вернется, это будет как-то иначе. Нам нужно закончить наше исследование о Чистилище и бездушии что-то такое. Да, сэр. Так, ну тут у нас действительно какое-то такое забористая фантастика. Чистилище, возвращающийся после смерти, видимо, главный герой. И, насколько я понимаю, это как раз связано очень хорошо со структурой игры, в которой имеется четыре концовки. И, несмотря на то, что это короткая история, ее рекомендуется пройти как минимум четыре раза. И вот этот как раз стартовый монолог, диалог, видимо, намекает нам на то, что здесь могут проходить эти исследования заново и заново. Это, видимо, проходить через круги своеобразного ада, в котором мы оказались. Хотя этот ад, он, насколько я понимаю, в то же время должен быть достаточно комфортным. Ну, по крайней мере, так и обещает нам отец главного героя. А мы, видимо, играем как раз за больного. Ну что, на самом деле, это действительно банальная структура, да? Но какие-то моменты оригинальности здесь вновь присутствуют. Сколько раз мы играли за героя, который лежит в реанимации, находится в коме и так далее. А здесь мы, видимо, сталкиваемся прямо, нам напрямую говорят, что со смертью. То есть главный герой должен пережить что-то, прежде чем погибнуть, а потом переродиться. Вот это уже действительно что-то тоже необычное. Такого обычно в таких играх с подобным сюжетом нет. Ну что, давайте осматриваться. Сразу, конечно, впечатляет, ну достаточно впечатляет обилие деталей. Так, у нас это повествовательная игра. Собственно, здесь не будет, наверное, каких-то элементов экшена или, ну, может быть, головоломки какие-то будут элементы. Здесь, конечно же, главный элемент это окружение. Элемент геймплея, так как мы будем исследовать повествование при помощи окружения. Уровень сознания находится в адекватном состоянии, насколько я понимаю. И обнаружена локация. Безопасная комната White. Безопасная. Ну да, все-таки у нас здесь хоррор будет. Ну что, безопасная комната. Ну, эта безопасная комната выглядит намного благоприятнее, чем какие-нибудь безопасные комнаты из Resident Evil, например. Не спеша все осмотрим. Спешить нам некуда, тем более это безопасная комната и покидать ее не хочется. Так, можно ли зумировать? Можно ли осматривать? Смотрите, сколько объектов интересных. Вот, появляются субтитры. Каждому из них. Насколько я понимаю, это Unreal Engine, да? Графика, конечно, не самая топовая, естественно. Тем не менее, все равно, за счет детализации окружения, выглядит все симпатично. Ну, эффекты, они, скажем так, по-моему, рядовые. Очень бы хотелось бы, на самом деле, поподробнее прочитать заголовки газет, да? Что конкретно там пишут. Не совсем хорошо, можно здесь разобрать. Речь, возможно, идет как раз про те самые исследования, которые занимается наш отец. Очевидно, что он здесь точно уж в чем-то виноват. Одним лишь раком здесь все обойтись. Не может. Хотя, может быть, как раз из-за того, что у нас рак, он и начал заниматься этими исследованиями. Чтобы спасти своего сына. Куклы? Куклы. А что-то там про куклы было сказано? А, узнай своих кукол. То есть, нам, возможно, нужно здесь осмотреть все и каждую куклу узнать ее имя. Так, вот эту я не видел, как ее звать. Венди. Можем приседать, кстати. Да, ну хотя бы приседать можно. Потому что приближать и брать предметы пока что никак нельзя. Так, таблетки. Это значит, у нас была Венди. Это Доттер. Или как правильно, не знаю, как правильно имя звучит это. Камера, телефон, шприцы игрушечные, как будто. Хотя, может быть, вполне и настоящие. Кислородные баллоны. Фотографии. Ну вот, это, скорее всего, отец справа, а это мы слева. Но мы достаточно взрослые, да? Мне показалось, что мы совсем... Юным являемся. Ну, точно меньше 18 лет. Может быть, все-таки старше. Так, как будто кто-то за спиной у нас это сказал, что мы тратим свою жизнь. Этот звук, значит, не отсюда. Не с экрана. Хорошо. Френ. Френ. Это же... Она похожа на главную героиню игры, которую я не играл. Но Френ Боу, по-моему, так и называется игра, да? Очень похожа. Я видел просто... Видео и скриншот из этой игры. По-моему, это оттуда. Это кукла. Так, а там что-то вот ближе к тому, что мы видели в главном меню. Фотография. Больше, больше, еще больше таблеток. Выход наружу, скорее всего. Нет, давайте еще осмотримся. Вот, первый предмет, который можно подобрать. Хорошо, сейчас это сделаем. Тут еще одна нам подсказка указана. Те, кого ты оставил позади. Но я не виноват, судя по всему. Если дело действительно в раке, то как бы... Что я мог поделать? Еще одна кукла. Пайпер. Аптечка. Так, это, скорее всего, дверь в ванную. Комнату. Да, эту куклу мы уже видели. Ну все, мы все, смотрели все, что могли. За нами следят, конечно же. Прямо следят настолько, что камера поворачивается. В ту сторону, куда мы идем. А дверь закрыта туда. Ну что ж, ладно. А вот ее я вроде бы еще не видел. Белла. Интересно, что также, что помощницу нашего отца звать Элис. То есть Алиса. Нас, возможно, как раз ждет сейчас падение в кроличью нору. Может быть, Алиса каким-то образом в этом принимает участие. Какая яркая картина. Какая яркая картина. Самая то для безопасной комнаты. Так, ну прежде чем выйти, да, тут все-таки вот этот журнал, давайте его возьмем. Попытаемся что-то отсюда вынести. Такие куклы стали популярными в связи с мультфильмом 40-х годов, да? Это оттуда взятые. Это оттуда взятые эти куклы. И как раз их имена. Венди, Пикси, Пайпер, Белла. И основной характер. Главный герой. Доктор Доттор. А, вот кто это. Также стали известны как приглашенные звезды. Возможно, вот это Френ как раз приглашенная звезда. Потом, в 90-х годах шоу было перезапущено. То есть ремейк, скажем так, появился. И потом куклы стали популярны в интернете. Кстати, на записке, по-моему, следы крови. Я только сейчас заметил, обратил на это внимание. Перезапуск не был успешным. Тем не менее, шоу было отменено через 2 сезона. Хотя должно было быть 10 сезонов, как в оригинальном мультфильме. Куклы были, несмотря на то, что они были произведены как игрушки. А, ну, то есть их выпустили в производство как игрушки. Включающие в себя коробку с голосом. И музыкальную шкатулку внутри них. Хейл? Кто бы это ни был, да? По-моему, мы видели это имя. Я что-то упустил. Хейл это кто? Это мы или отец наш? Возможно, отец, скорее. Купил этих кукол, куклы в 70-х. Да. В общем, кто-то, либо мы, либо наш отец здесь этими куклами как раз очень так интересовался, очевидно. Что ж, ну хорошо, видимо. Да что ж такое. Я вообще забыл, что нас как бы здесь хоро ждет. А вот к чему все эти куклы. Они так неплохо выросли за время нашего чтения. Ну, здрасте. Так, ладно, что ж, вы меня выпускаете и со мной пойдете или как? Смотрите, у них глаза движутся. То есть видно, что они не живые, за веревочкой привязаны. И от этого еще криповее становится. Они следят за мной, нет? Нет. Это вроде бы как тот самый доктор. Может быть, отец символизирует его. То есть он символизирует нашего отца. Так, а дверь стала закрытой. Ребята, что мне с вами делать? А эту куклу мы, кстати, раньше не видели. Она самая потрепанная. Посмотрите, ее просто привязали. Как будто собираются сжечь, как ведьму. Ну, это самая жуткая из всех. Ну, что ж, я думаю, я познакомился со своими куклами, как мне здесь и подсказывали. Оп. А вот этого, по-моему, здесь раньше не было. Это что? Диктофон? Я Рене Хэл, и мой... Муж попросил делать эти записи. Уайет достаточно страдал. После того, как мы дали ему сору вирус, смерть стала лишь временным решением для него. Мы не можем модифицировать этот сору вирус, потому что то, что случилось с его сестрой. Это изменило ее. Она все еще где-то там. Вот, ну, тут сразу какие-то серьезные такие подробности. Смотрите, куклы перемещаются по комнате. Серьезные подробности мы выяснили, да? То есть, да, Хэл, куклы, это именно от него. Как его вызывать еще раз? Я могу прочитать этот дневник? Не мешал бы запомнить имя нашего отца. Так, кто-то в левое ухо нам что-то хочет сказать. Я не разобрал, честно говоря. Субтитры не ко всему здесь используются. Хэл, Хэл, да. Хэл это наш отец. Это была наша мать, скорее всего. То есть, его жена. И она делала эти записи как раз по наставлению Хэлла. Куклы от него пошли. Ох, да что ж такое-то? Не дали нам насладиться спокойно все-таки обстановкой достаточно долго. Мы оказались в каком-то отеле сейчас. Да, ну, ну да. От безопасной комнаты, несмотря на то, что это та же самая комната, это можно увидеть, ничего, скажем так, не осталось. Все радикально помрачнело. Зато открылась, например, комната сюда проход. Ну, вот детализация, вы посмотрите на детализацию. Да, картинка и правда не самая технологически крутая, да? Но, тем не менее, детализация как раз исправляет ее грехи. Хорошо. Новый дневник появился, я бы не спешил сейчас его брать. Вообще, удивительно, что так само по себе все триггернулось. То есть, я никуда даже не ходил. Спаси себя. Спаси себя. Неужели это вот столько раз он здесь оказывался в этой комнате? Да. То есть, наш герой умирает от рака. Но из-за вот этого соровируса, который ему дал отец, что за соровирус, ну, обладающий какими-то совершенно феноменальными свойствами, он возвращался к жизни, видимо, в кому, в которой он находился. О, там куклы снова за стеной. И вновь переживал вот эти последние свои минуты, часы, возможно, вот в этом состоянии, вот в этом бреду, возможно, галлюциногенном. Или в том пространстве, которое как раз соровирусы создаёт. Скорее всего, так. Потому что у нас игра называется соровирус. Очевидно, мы как раз находимся там, где это, там, что создало как раз соровирусом, создано им. Так, а эту куклу мы до этого видели или нет? По-моему, нет. Но мы ещё узнали из последней записи, да, что с нашей сестрой случилось нечто подобное. Вроде как, в модифицированной версии, при использовании модифицированной версии соровируса. Видимо, она всё-таки перестала возвращаться, умерла. Интересно. Таблетки, таблетки, таблетки. Видимо, обычные таблетки всё-таки не стали решением проблемы. Никаким образом. Ужас, конечно. Тут гротеско доведено, естественно, количество их. Разбросанное по комнате. Ну ладно, возьмём. После того, как мы получили доступ к камере, да, к записям с камеры и аудио от Хейла, от последних его визитов в Чистилище, мы поняли, что он стал одержим, видимо, виной за игнорирование того, что куклы были разбросаны по всему этому городу Вейклэнда. Это вызвало то, что куклы стали появляться в уникальной конструкции Чистилища. Пурджетери — это Чистилище. Которые позволили нам дальше понимать эмоции и воспоминания, отпечатываемые в окружении в гиперролистичной манере. Ну, в гротескной в том числе, да. То есть там, где мы сейчас находимся. Вайт, то есть мы, преследовал одну конкретную куклу, которую он думал, что он верил в то, что она содержит его собственную душу. Его сны и его кошмары также отпечатывались в этой конструкции. И позволяли ему верить в то, что... Фантазии, которые позволяли ему верить в то, что он может освободиться сам от этих важных экспериментов. Но, похоже, это напрасная была вера. Но все очень мрачно. То есть мы сейчас здесь будем, возможно, также вновь получим какой-то след того, что нам можно будет освободиться. Но все это закончится неудачей, потому что мы об этом уже прочитали. Так, здесь еще провода. Но здесь, конечно, сочетание какое-то совершенно дикое. Стилистически сразу видно. Мозг бессознательный во многом. Бессознательное пространство, созданное больным пациентом. Еще и умирающим вдобавок. О, кукла исчезла, кстати. Так, я думаю, пока что мы туда не пройдем никогда, скорее всего. Там какой-то знак нарисован. Дерево с кругом. Жуть. Чуть-чуть-чуть подглючивает картинка. Но в целом игра плавно работает. Легко потерять след времени в безвременном пространстве. И что нам делать с этими часами? Часы дедушки. Здесь также есть чекпоинты. Отслеживайте следы времени взаимодействия с этими часами. Пока вы, когда находитесь в безопасной зоне, читаете записки или слушаете радио, время не будет выходить. То есть, пока мы здесь находимся, все происходит в реальном времени. И лучше, собственно, не медлить. Хорошо, мы поняли. А если зайдем сюда, то оно должно... Часы должны остановиться? По идее так. Но, по-моему, я вижу, что стрелка продолжает идти. Хорошо. То есть, мы сейчас все-таки не в безопасной зоне находимся. Так, смотрите, что-то действительно стало меняться. Мы еще ничего особенно не сделали, а уже появился какой-то новый знак. А-а, это переход в безопасную зону. Вот так вот это осуществляется, да? И здесь вот время действительно не идет. Мы можем чем-то спокойно заниматься. Могут появляться какие-то новые записки, да? Очевидно, сейчас ничего не появилось, потому что мы еще ничего не нашли, да? Вот в этой опасной зоне. А там нам нужно прям вот заниматься чем-то, искать, видимо, какие-то следы. Какие-то записки, которые нас к чему-то могут привести. Хотя, к чему они могут нас привести, если это чистилище? Ну, ладно. Но это какая-то все-таки крутая, искусственная версия чистилища. Особый конструкт. Поэтому все не так уж и безнадежно должно быть, да, наверное. Хорошо. Давайте что-нибудь попытаемся найти здесь. Ты оставил нас. Вот та самая кукла. Одна из них, точнее. Подожди, вернись сюда. Стоит ли нам за ней следовать? Ты оставил нас. Заброшенный богом. Это путь, который мы можем выбрать? А есть у нас другие альтернативные варианты? Раз здесь несколько, вроде бы, четыре концовки, то можем ли мы... Черт, ну, жутковато, жутковато. Soul Render. Что-то связанное с душой, да? Здесь нет никаких записок. Может быть, новые детали появятся во время второго прохождения, например, да? Вполне возможно. Но на самом деле настораживает и, то есть, напрягает по-хорошему, то, что время вроде как должно идти, ну, то есть, реальным ходом. Что-то, видимо, может изменяться, если мы промедлим слишком сильно, например. Так, давайте отодвинем к преграду. Встанем. Повсюду какие-то записки. Почему ты что? Почему ты не слышал их? Там, по-моему, очередная кукла. С простыней на ней. А, и вот здесь такая же. Освети свой путь. Смотрите, сколько всего. Ну, вот это да, прям. То есть, это не просто какие-то стандартные детали там, да? Как, не знаю, посуда или что-то в этом роде, да? Ну, чем обычно заполняются какие-то рядовые предметы, а здесь прям записки, какие-то источники света самые разнообразные. Что-то, ну, такое оригинальное, на самом деле. Вау. Ну, мне кажется, это даже здесь мы сейчас все читать не будем, потому что слишком много всего, что будет попадаться нам на глаза, то все-таки на то и будем обращать внимание, в первую очередь. Вот это я не могу перевести, кстати. Так, здесь нам нужно с чем-то взаимодействовать. Я нужна светлая. Нам нужно... Я не хочу оборачиваться. Нам нужна зажигалка, прежде чем мы сможем взаимодействовать с этими свечами. Ну, очевидно. Может быть, она где-то здесь находится. Вполне возможно, но вроде как никаких других проходов не было. Хотя я могу предположить, что сейчас где-нибудь другой проход уже появился. Мы уже видели, как легко здесь может меняться окружение. Пока мы куда-то смотрим. В одну сторону. Так, а здесь записки. Не хотелось бы, конечно, сейчас тонуть в этих тоннах... Ну, здесь не тонны текста, конечно, но, тем не менее, не хотелось бы слишком сильно погружаться в текст. Но сейчас давайте попробуем здесь что-то есть. У нас полезная информация какая-то, которая нам может сейчас помочь. Здесь какие-то расследования про вот это как раз исследование, в котором мы сами, собственно, принимаем участие. как эти записки оказались здесь. Логично, по-моему, ответить на этот вопрос невозможно. Здесь про соровый вирус говорится также что-то про нас. А, нас опрашивали Вайта о нахождении вот в этом, видимо, состоянии. Это пространство, в котором мы оказываемся, оно, то есть, это не полностью какой-то просто бред воображаемый, да, визуализированный, но он каким-то образом связан с какой-то параллельной вселенной. Ну, то есть, прям, как мы и сказали в самом начале, очень такая забористая фантастика. Хорошо, здесь телевизор не включается. Досье. Даже прочитать его нельзя, но тут прям много всего. Так, ну тут сложно будет найти, кстати, зажигалку, потому что у нас нет фонарика. Чтобы найти зажигалку, мне бы не помешал фонарик. Ну да. Фонарик все-таки тут свечи не поджигает. Черт. Кто-то пробегает вроде как сверху, или скорее сверху все-таки над нами. В темных углах она где-нибудь не валяется. Мне вроде как хотят подсказать, что она может находиться рядом с одной из свечей, но, честно говоря, я не вижу. Может быть здесь? Ну, вряд ли. Не забывай проверять часы. Заиграла тревожная музыка, и мне как бы хочется сейчас сразу направиться к часам. Возможно, что-то изменится. Появится та же самая зажигалка даже. А, вот смотрите, здесь свечи. Может быть здесь где-то должна быть зажигалка рядом. Как только мы взаимодействуем с часами, то, скорее всего, будет все меняться, да? Наверное, так работает. Интересно устроено. Не то чтобы тоже как-то слишком особо такая-то новая идея, да? Новаторская. Тем не менее, не каждый раз такое встретишь. Более-менее свежо это может быть. Ну что? Я сейчас обращаю внимание именно на свечи, потому что вдруг где-то здесь действительно есть зажигалка рядом с ними. Ох ты ж. Слышите? А, и видим даже. Время уходит, я должен найти часы. Черт, а что случится, если я не успею вовремя? Погнали к часам. Все, погнали, погнали, погнали. Как? Как мне с ними взаимодействовать? Все? Они успокоились. Да, они видели? Они были как бешеные, мы подошли к ним. По-моему, это их стабилизировало. Это что-то вроде чекпоинтов. Если мы не подходим вовремя к часам, то, видимо, появляется какая-то опасность. Но такое я видел где-то в последний раз. Даже в Клофтулху, вот, новой, по-моему, такое было. В одних, в моменты введений, которые испытывал главный герой. Там что-то такое присутствовало. Тоже нельзя было слишком далеко, долго гулять без возвращения какой-то точки. Так, а это... О, зашигалка. Здорово. Сейчас спустимся опять вниз. Опять про нас пишут, про наше состояние. Как мы справлялись с этой паранормальной природой Чистилища. Это полуфизическое пространство, опять же. Мы близки к прорыву. Про Субъект 5 говорят какой-то. Это, скорее всего, не мы, потому что нас здесь так же называют Вайтом. Странно было бы потом назвать нас Субъектом 5. Ага. Он себя поранил, этот Субъект 5. И они нашли после этой раны какую-то неизвестную субстанцию. Неизвестную для человечества. Звучит серьезно. Но, конечно, тут прям какая-то такая очень запутанная явно и нераспутываемая в рамках вот этой конкретной истории, истории мира даже, скажем так, вселенная. Потому что это все-таки часть, как мы сказали в самом начале, более крупной игры, Faceless. Здесь мы, возможно, находим как раз следы, которые будут раскрыты именно только в полной версии творения разработчиков, а не вот в этом коротком, в короткой тизер истории. Так, ну что? Что это нам дает? Будем готовы к жути. Мы можем снять покрывало? Нет. Тогда придется оборачиваться. Этого я и боялся. Мучения и страдания. Почему ты убил меня? Почему ты убил меня? Ну, не надо. Никого я не мог убить. Вау. А так-то трипа весьма-весьма. Трипа, ой. Ну, это точно не выглядит как какая-нибудь поделка, хоррор-поделка, как будто сделанная на коленке. За пару месяцев. В лучшем случае. Что ж, я уж точно уже заинтересован их полным проектом Faceless. И теперь понимаю, почему я видел отзывы, где люди говорят, я ждал Faceless несколько лет. Кажется странно, какая-то непонятная инди, да? Ну, то есть, от разработчиков, которые делают что-то первый раз. Я просто ничего не видел про этот Faceless. Никаких видео, скриншотов. И вот теперь вот я за счет вот этой короткой истории точно заинтересован ею. Так, мы обнаружили новую дискацию. Ой, локацию, дискацию. Какую-то станцию. Святого Хайда. Это не похоже на станцию, это похоже на коридор библиотеки. О, если вы нажимаете shift, то можете бежать быстрее. Если ты будешь видеть какие-то события, то это тебя замедлит. Тоже необычно достаточно. Ну, видимо, возможно, нам придется убегать от кого-то. Так, не забываем, где находятся часы. Снаружи дождь и, ну, дикая погода. Что-то типа закат и одновременно дождь. Закат, конечно, совершенно сверхъестественный какой-то. Ладно. О, а тебя я не заметил. Мы продолжаем идти за этой куклой. На стенах все те же надписи. Что-то, по-моему, про то, что кто-то был пригвожден. Пригвозден к чему-то. Сколько быстрее мы можем бегать? Давайте сначала в эту сторону проверим просто. Не очень быстро. Сложно назвать это спринтом. Но бегом можно, наверное. Так, она, по-моему, пока никуда не уходит. Попробуем прислушаться. Мы отправили кого-то искать к кузину Уайта. Я удивлен, что он решил нам все-таки помочь спустя все эти годы. Уайт продолжал видеть имя кузины в своих видениях в этом чистилище. Он никогда до этого не встречал Уайта. Но даже я знала, как много семья для него значит. Вот почему Кальп ничего не хотел иметь со своей семьей. Вот почему он взял мою фамилию, когда мы поженились. Так. Здесь про какую-то кузину. Ну да, двоюродную сестру нашего героя идет речь. И мы видим ее, должны видеть ее имя здесь. Так, по-моему, этот проход только что перед нами опять открылся. И тут еще. Ну, посмотрите, создается ощущение, что здесь действительно огромный какой-то мир для исследования. И мы сейчас видим его маленькую частичку. И мы явно не можем здесь все вот это познать. Пространство даже вот, которое перед нами просто открывается. Так, она продолжает убегать. Очевидно, мы ее не можем нагнать. Может быть, это наша двоюродная сестра как раз. Ну, или кукла. Опять же, символизирующая ее. На что она смотрела? Она смотрела на картину. Черт. Все? Придется возвращаться сейчас к часам. Мы долго здесь не протянем. Это пока что первое предупреждение пришло. Я мог, возможно, успеть все-таки за ней пойти, да? Я просто вот не успел. Промедлил и ворота закрылись. Сейчас стоит вернуться. Вот не стоит сейчас вступаться в этот коридор. Хотя, кто знает. Первое предупреждение должно потом еще быть второе предупреждение. Вполне возможно, после него мы еще можем успеть. О, кстати, тут еще и инвентарь есть. А вот часы, кстати. Нам не придется возвращаться. Отлично. Но они не то чтобы были прям бешеными. Тем не менее, возможно, мы сбросили какой-то таймер. Который здесь присутствует. А что насчет инвентаря? У меня ничего нет в нем. Все нормально. Мы как бы сохранились, насколько я понимаю. Можем двигаться дальше. Так, можно пролезть сюда. Можно посмотреть, что находится в дальней части коридора. О, там вполне себе современная обстановка. До этого ей и не пахло так-то особо. Так, вновь камеры. Прочь вместе с тобой, да? Что-то от Кассандра. Что-то мне это напоминает какую-то... Как же называлась игра? А, The Old City Leviathan. Вот и визуально напоминает. Именно по тому, как окружение строится с надписями. И даже по цветам. Ну и по сюжету похоже, на самом деле. Хотя здесь что-то такое более конкретное. Там все-таки прям совсем было абстрактно. Там все очень было метафорично. Ну и здесь немножко такое тоже присутствует. Так, это нам нужно подвигать. Там проход был закрыт. Я даже не стал пытаться этот замок трогать. Если там нужен код, то у нас его нет. Правильно ли? Давайте проверим все-таки. Может, подергать есть какой-то смысл. Ну-ну, код. Какой здесь код? Судя по всему, мне нужна комбинация для этой двери. У нас ее нет. Что ж, ладно. Было бы логично увидеть ее здесь, в зеркале. Ой, вы посмотрите, что там отражается. Вот я до этого это не видел. Там фигура, кстати, и не очень похожа даже на куклу-то. А с этой стороны? С этой стороны ее нет. Она только с той стороны. Она как будто приближается еще ко мне. Жуть какая. Давайте-ка сбросим часы. Может быть, это ее отодвинет? Я не знаю, у меня какая-то такая логика сейчас включилась. Что-нибудь изменилось? Нет, ничего не изменилось. Она тоже, по-моему, на веревках, да? Вот посмотрите, какая жуткая. Может быть, это просто стекло ее так искажает, грязное. Тем не менее. Вот, ее отсюда можно разглядеть. Да, вон она. Туда весь в эту комнату еще, наверное, можно как-то попасть. Ой-ой-ой. Это просто какой-то труп. Гниющий. Левитирующий на каких-то непонятных веревках тоже, по-моему. Слушайте, ну... Трип? Триповый. Продолжаю сбрасывать часы. Я надеюсь, что это сброс часов. Это успокаивает меня в какой-то степени уж. Так, вот эта дверь должна быть открыта. Ага, открыта. Она будет от нас убегать. Кто-то есть сзади? Ну, давайте я присяду и аккуратно посмотрю. А что здесь можно было сделать? А, отодвинуть это не надо. Нет, здесь ничего вроде как не изменилось. Но я сохранюсь опять же. Вдруг это сохранение. Вроде бы это чекпоинт. Я не совсем вот хорошо прослушал тот момент, когда нам подсказывали, что это такое. А то аудиозапись. Поэтому сейчас немножко теряюсь. Но ничего, ладно, погнали по этому терку. Коридор страшного. Мы глубже в библиотеку какую-то погружаемся. Я должен был знать, что он попробует... Поучаствовать в этом. Он даже не знал Уайта. Он просто не может оставить нас одних. Роско? Он должен мешаться. Роско Хейлер. Я тебе нужен, Калип? Я хочу, чтобы он нашел этого человека. Почему это у Парк? Потому что это твоя работа. И мы платим тебе. И сейчас это слишком много, Роско. Он убил твою сестру. Как-то все серьезно и запутанно. Я так и думал. Я так и думал. Калип это тот самый, который должен был найти нашу кузину. Он как-то во всем этом очень сильно так замешан. Он помогал, собственно, нашему отцу и нашей матери. Мы нашли школу. Виллу Уэллс. Вообще, картина... Ну, то есть, все вроде как достаточно линейно здесь. Ну, какие-то элементы, которые... Историю мы находим, но полная картина. Не совсем собирается. Но мы многое упускаем еще из-за английского, да? Но тем не менее. Так, мы в школе оказались, да? То есть, переходы между различными помещениями здесь, они вот такие. Вот тоже достаточно сюрреалистичны, естественно. Как и подобает какому-то такому нереальному пространству. Открыть не можем. Нет. Двигаемся дальше. Школа вся заросла. Картины есть какие-то. Могут, наверное, на что-то нам намекать, но... Не будем сейчас слишком уж глубоко пытаться раскрыть их смысл. Черная коробка? Нет? Нет, не откроется. Черт, продолжает кто-то бегать. Но это может быть кукла, да? Но она как будто все время на этаж выше находится где-то. А здесь на этаж выше что может быть? Там как будто должна быть крыша. О, новая аудиозапись. Да, это все-таки никакой не Тетрис, это диктофон. Я скучаю по тебе. Мне тебя не достоит, Мэддалин. Я не позволю случиться тому, что случилось с Уайтом. Мы никогда не будем больше использовать модификацию соровируса. Мне жаль, что ты все еще здесь. Но ты в безопасности, ты в комфорте. Я надеюсь. Про комфорт он все время вот говорит. Я увижу тебя после того, как мы закончим наше исследование. Почему я вообще этими сентиментами занимаюсь? Это просто меня отталкивает назад. Это про нашу сестру шла речь? Да? Вполне возможно. Библиотекарь. Это аномалия. Ну вот как-то так. Окей. Примем его внимание. О! Это вроде как может стать сейчас безопасной комнатой. Это пространство. Если, насколько я понимаю, если я воспользуюсь этим знаком. Ну-ка. Нет. Это что-то активировало. Ну да, активировало. Безопасную комнату. Освободи их. Кого? Кукол? Черт, опять что-то начинает происходить. Нельзя забывать проверять часы. Все прям меняется. И я не запомнил вот это пространство, каким оно было до этого. Радио. Давайте часами воспользуемся. Конечно же, проведение существует. Ну-ка, ну-ка, что там про проведение? Количество какой-то эмоциональной энергии, оно создает, в общем, привидений. Ну, как-то так, сокращенно, если упрощен, очень. Вейкланд, город Вейкланд особенный. Ты можешь слышать всех привидений, которые там есть. Может, Вейкланд, город Вейкланд, это как раз то, что будет в полной версии, вот, фейсл, под названием Фейслесс? Возможно. Чувствую ли я себя преследуемым, преследуемым от их криков, которые они издают? У меня есть то, что есть, то, чего нет у других. Ну, такая глубокая мысль. Если мы ее правильно, конечно, уловили. В чем я не уверен. Так, это, ну, конечно, вот это провод, вот это провод. Такую в обычную розетку, наверное, не вставишь. Всего-то для небольшого радио. Но, когда ты находишься в чистилище, и не такое можно увидеть. Мы воспользовались часами, вроде как, да. Хорошо, что у нас здесь еще есть? Мы можем вернуться сюда и отодвинуть вот это. Давайте просто присядем, посмотрим, куда мы там направимся. Ну да, там больше безопасной комнаты-то и не пахнет. Можем воспользоваться... Вновь, да? Переходом через пространство. Здесь закрыта вот эта дверь. С надписью как раз про библиотекаря. А теперь мы... Дверь открыта и предлагают нам освободить кого-то. Библиотекарь это аномалия. Может быть, мы там встретимся с библиотекарем, и вряд ли он будет таким уж дружелюбным. С другой стороны мы можем пойти сюда. А здесь больше, кроме часов, ничего вроде как и нет. Попробуем подергать за дверь. О, кукла. Музыка, она не жуткая, а именно такая здесь вот данная ситуация какая-то такая меланхоличная. Такая очень меланхоличная. Точнее, даже не меланхоличная, а грустно-депрессивная. Удивительно, дверь открылась. Но здесь, конечно, тоже такие достаточно сюрреалистичные виды открываются нам. Труп и компьютеры. Компьютерный класс, скорее всего. Да уж. Крыша от всего этого может поехать. Что мы нашли? Что-то про умирающих детей. Про аномалии. Ну, я, честно говоря, сейчас просто даже не готов всю эту историю как-то переварить. По-моему, достаточно сложно. И не мешал бы здесь, конечно, очень бы не мешал. Русификатор. То есть, на самом деле, можно, конечно, сейчас попытаться, да, разобраться, так внимательнее все прочитать. Но все-таки попробуем для вот этой первой попытки. Могут ведь за ней последовать и следующие, да. Просто ознакомиться, собственно, с этим пространством. Или с этими пространствами, как правильнее. Ну да, дальше здесь больше здесь некуда проходить. Там стулья стоят. Здесь закрыто. Все. Значит, нам только туда. Все, опять же, достаточно линейно, на самом деле. Только лишь история кажется более объемной, чем что-либо. Такой неохватываемой. Много просто разных персонажей, опять же. Не совсем понятно, насколько они, кто из них реален или является плодом нашего воображения. Как они связаны с реальностью, да. То есть здесь есть персонажи как будто из вот этой внутренней вселенной частилища, да. И из внешнего мира. А может быть и нет. А может быть только кажется. Новая локация тем временем. Вот. Мы уже не в школе, а в полиции. Часы очередные. Сохранились. Или сбросили таймер. Что у нас здесь? В полицейском участке. И где-то за пределами всего этого находится еще и город, ведь? Очередной диктофон. О, это Алиса вновь. Если я тебя даже избавлю от страданий, The Sororovirus все равно будет продолжать тебя возвращать назад. И вновь заставлять тебя страдать за... Снова и снова. Я бы хотела тебя отсюда спасти, но я не могу сделать это одна. Твоя кузина скоро здесь будет. Просто держись. Держись. Алиса нам хотела помочь, но мы это еще поняли в самый первый момент. Она хотела нас избавить от вот этих бесконечных кругов страданий, да? Черт, она опять исчезла, эта кукла. Так, ну все очень интересно. А еще помните, там был какой-то замок, нам не мешало было где-нибудь найти код. Но ничего похожего на код я нигде не видел. В общем, ладно. Элис, она вроде как за нас беспокоится. В отличие, видимо, от всех остальных. От нашей матери, от нашего отца, от этого Калифа. Кем он нам приходится, интересно. Сколько часы-то показывает? Я до этого не обращал внимания. Тут только две стрелки. То есть секундная и часовая. Десять часов? Возможно. Ну тут без времени у нас вообще-то, да? Нам как бы так и сказали. И на то оно и похоже. Хотя за окном вроде как была ночь. Хотя мы опять же видели там солнце, как раз, да. Без времени. Ну что, возможно нам придется сейчас перейти вновь, да? В другое пространство и осмотреть вот это помещение без безопасной комнаты. Мы что-то могли здесь упустить. Я уже даже не помню, откуда мы пришли. Но здесь можно было только отсюда и прийти с одной стороны. Или нет? Да, это та же самая комната. Мы пришли вот оттуда. Да, это тот коридор наконец-то. А что у нас здесь? А здесь у нас все тоже очень сильно изменилось. Но мы не можем зайти внутрь. Помните, там был труп и компьютер. Компьютеры остались. А вместо трупа теперь вот. Кукла. Но мы не можем зайти сейчас внутрь. Вот эти накрытые фигуры они вот самые жуткие здесь, наверное. Из всех. Не, возвращаться смысла никакого нет. Мы здесь ничего не сделали. Там вряд ли что-то изменилось. Часы на самом деле не меняют пространство. Как я ранее предполагал. Что здесь еще может быть? Может быть куда-то проход есть, который я не заметил? Здесь ничего отодвинуть нельзя. Вроде нет. А, можно создать безопасную комнату. Все верно. Так, ну да. Ухоженный, очищенный полицейский участок образовался. И дверь открылась. Там очередной журнал. Даже не будем его сейчас брать. Тратить время на его прочтение. Хотя это достаточно интересно здесь. Не то чтобы здесь я игнорирую сюжет, потому что он неинтересный. Я уже объяснил, почему ты не сможешь вернуться, если сюда отправишься. Так, ну возможно стоит обдумать наше решение. Кстати, пока здесь нет таких вот развилок, которые бы намекнули мне на то, что здесь несколько концовок. Ну, вроде бы мы не видели таких мест, где нужно выбрать, куда идти. Ну что, спускаемся. Ну что, спускаемся. А здесь, кстати, тоже, опять же, нет других вариантов. Давайте вниз. Скрипит жутко. Скрипит жутко. Мы добрались до этого самого Вейкланд-сити. Что можно, кстати, перевести как город с землей пробуждения. Или... Ну или город пробуждения. Или земля пробуждения, что-то вроде того. Так. Часы. Вы посмотрите, какие жуткие. Самые этой как раз жуткой куклой. Они не будут использоваться как чекпоинты, но могут позволить отслеживать время. Смотрите, сейчас было 10 часов, да? На предыдущих часах. А сейчас... Ты тратишь свою жизнь что-то в этом вроде. Ладно, ладно. Листи. Если вы так думаете. Ну что, выход в город? Вряд ли. Скорее всего, канализации просто. Канализации Вейкланд-сити. Это позади тебя. Черт. Боже ж ты мой. Это хуже, чем манекены. Все боятся манекенов, и я тоже боюсь манекенов. Но вот это... Мы даже не видим, что за ними находится. Это как привидение. Манекены привидения. Разве не жуть еще больше? По-моему, так. Да что ж такое-то? Ну вот эти... Кто научил всех этих инди-разработчиков заниматься вот такими делами? Менять пространство на ходу? Это ребята, по-моему, из Амнезии первым этим активно так прям занялись. Наверняка это было в Сайлент-Хиллах, в Сайлент-Хиллах, и не только в Сайлент-Хиллах, но вот прям активно, вот в играх от первого лица это, наверное, появилось во время первой Амнезии, скорее всего. Даже не в Лейерсуфир. Лейерсуфир, конечно, там тоже было прям забористое. Как только ты доберешься до Вейклэн-Сити, ты должен будешь оставить куклу. Они не важны. Твой приоритет — найти Соро-Вирус. Мне жаль, что мы не можем сами пойти. Ты единственный, кто может найти Соро-Вирус. Ну, что-то вот это вообще не внушает вот эти слова нашего отца, потому что он, как бы, очевидно, хочет помочь не нам, а хочет использовать просто нас. Ну, то есть нам-то помочь уже особо не получится. Ну, может быть, это и неплохо, что он хочет нас использовать. Для какой цели, правда? Освободи их. Нам нужно освободить кукол, и тогда мы сможем добраться до Вейклэн-Сити. Я это так понял. Позади тебя опять оборачиваться предлагают мне и что-то страшное видеть. Ну, черт возьми. Но мы готовы, по крайней мере, к этому. Тут отчет от полиции Вейклэн-Сити. Ну что? А ничего не изменилось, кстати? Вы меня в этот раз обманули. Слева от тебя. Закрашена и позади тебя. Так, дверь по-прежнему не открывается? Нет. Это вход в метро. Ладно, пошлите в эту сторону. А, нет, изменилось. Мы точно не могли прийти отсюда. Так, мы продолжаем идти за вот этой куклой. Ух ты, шай, это что такое? Это больше вот похоже на ту фигуру, да, мертвую? Гниющую, которую мы видели за стеклом. Только здесь она не гниющая, а догорающая как бы. Мы сейчас, по-моему, к ней постепенно приблизимся. Будем надеяться, что она прямо вот догорает до той степени, что не будет, например, нас атаковать. Так, это похоже на тюрьму. Она движется? Она определенно движется. Зачем я к ней подхожу? Если она движется. Так. Сейчас, представьте, я вот так подходил, и она в этот момент улетела. Улетела. Это тряпка. Черт, часы. Нужно найти часы. А чекпоинты у нас больше не работают, но они все эти, вроде бы до сих пор эти часы активны, то есть можно их сбрасывать. Что? Фух, боже ты мой, это было настолько неожиданно и непонятно, что я действительно растерялся. Черт возьми, опять изменилось пространство. Венди летит на север. Мэдлин. Заброшено на западе. Джошуа на юге. Годами спустя Калиб направился на восток. А, вот и это похоже на развилку. Более-менее, черт, за нами закрылись ворота. Что здесь происходит? Мы как будто вообще ничего не контролируем. Мы просто куда-то идем, и периодически нас подталкивают. Вот прям вот так вот жестко, настолько жестко. Так, ну что, тут есть четыре двери? Время уходит. Мне нужно найти часы. Да, сейчас не время выбирать какую-то дверь и обдумывать что-то. Так, ну точно не в эту сторону. Нам срочно прям нужно найти часы. А здесь замок, и мы не знаем, как его открыть. Может быть, это откроется? Черт. Тут, по-моему, есть код. А что случится, когда время закончится? Мы вернемся к часам? Безболезненно? Это не будет ничем сопровождаться. А, собственно, нас никто не может напасть, потому что мы же вроде как здесь в укрытии. Хотя что-то мне так уже не кажется, что мы здесь в безопасности. Это не похоже на безопасную комнату. Можно было бы здесь вернуться в безопасную комнату, я был бы очень рад. Нам крышка. Я не знаю, что сейчас случится. Это очень плохо. По-моему, все искажается на наших глазах. Нужно собрать код, который находится за дверьми. Может, я еще успею? Два. Два. Пять. И там... Там ни черта не видно. Четыре. Два, пять, четыре. Четыре. Пять, два. Попробуем. Но я не успею. Я думаю, что я не успею. Четыре, пять, два. Какой порядок-то должен быть? Музыка совсем не помогает. Нужны четыре цифры. Четыре, пять, два. Четыре, пять, два. Здесь тоже должна быть цифра. Но какая? Все. Мы не смогли. Время вышло. Время вышло. Часы нужно, в общем, в этом частинище все время проверять. Эти часы дедушки, они дают нам какую-то особую здесь силу жизненную. Ну что ж. Ну, код можно было вроде как найти. Если бы ситуация была менее напряженной, то я бы, наверное, все-таки более-менее осмотрел все эти... Все пространство вокруг. И нашел бы и четвертую цифру в том числе. И порядок бы лучше у меня уложился в голове. Ну что ж. Мы сейчас не будем пытаться снова. Скорее всего, мы с последнего чекпоинта загрузимся. А он достаточно далеко, потому что последние часы не были чекпоинтом. Игра интересная. То есть и как... И даже геймплейно, как хоррор именно. Есть что-то в ней такое совсем не похоже на обычные бродилки хоррора от первого лица, которые мы видим каждую неделю выходящими, новыми, да. Новые. Здесь есть элемент запутанности, лабиринта, геймплейные вот эти игры с часами, да. И головоломки тоже такие, тоже неплохо действующие в рамках хоррора. Те же самые куклы. Есть свои особенности именно сюжетные, да. Которые хоррорные. Которые тоже очень сильно влияют на процесс исследования геймплея. Ой, процесс исследования сюжета, истории, точнее. Которая здесь тоже запутанная весьма скрытая. Ее нужно, видимо, исследовать. Как это будет связано с конкретной полноценной игрой Faceless, да. Это все-таки у нас короткая история, которую мы так и не смогли пройти. Тем не менее, было интересно. Сложно сказать, да. Там вроде как будет кооперативное какое-то исследование. И тоже, видимо, в каком-то вот таком вот чистилище пространстве. Возможно, в этом самом Вейкланд-Сити. Кооперативное исследование жутких снов. Это может быть очень интересно. Нужно будет разузнать о ней побольше, собственно. Эта игра, возможно, для этого в первую очередь и создана. Для того, чтобы заинтересовать более крупной игрой. Которая непонятно еще когда выйдет. Что ж, история парня, который погибает многократно от рака и за счет какого-то ссора у вируса возвращается вот в это действительно не очень приятное место. Она звучит очень жутко. Ну и выглядит, и воспринимается тоже, на самом деле, жутко. Мне, на самом деле, поэтому больше даже не хочется сейчас пытаться снова. Потому что игра не то, чтобы прям напугала или затерроризировала меня. Все-таки это не Silent Hill, да? Тем не менее, вызвало такое беспокойство, нехорошую тревогу. Есть в ней и какая-то меланхолия, опять же, которую я отмечал, да? Все здесь присутствует. Что ж, в следующий раз сыграем какую-нибудь другую новинку. А на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok